Так, Марина спрашивает, продолжите фразы, я больше всего люблю, моя мама не разрешала мне в детстве, кивно для меня, живу для того, что хочу купить, скоро куплю и никогда не верил в детстве, спасибо, спасибо. Я больше всего люблю петь, моя мама не разрешала мне в детстве пользоваться ее помадами, я очень хотела, всегда она мне запрещала, кино для меня, это фэнтези, фантастика, живу для того, чтобы стать всемирно известным артистом, всемирно известной группой, да, Я хочу купить квартиру, дом на берегу океана, скоро куплю, скоро куплю наряд на Новый год, никогда не верила в детстве в Деда Мороза, я всегда знала, что это какой-то обман, да, спасибо за вопрос. Для меня, я больше всего люблю творчество, которым сейчас занимаюсь, это то есть петь, моя мама мне всегда все разрешала в детстве, точнее, она мне ничего не запрещала, и поэтому, наверное, я ничем таким плохим и не увлекался, потому что всякое это запрещает, хочется наоборот это делать. Кино для меня, это под настроение, живу для того, чтобы развиваться, и для меня очень важно развитие в любой сфере, и мне хочется постоянно совершенствоваться в чем-то. Хочу купить, я хочу машину, скоро куплю ее, надеюсь, и никогда я не верил в Деда Мороза тоже в детстве, спасибо за вопросик интересный. Так, Викторина задает вопрос, представьте, что вы герои сериала, на кого вы похожи из сериала? Друзья. Из сериала Друзья? А-а-а. Я не думаю, кто там был. Кто там был самый красивый? Можно, не буду ли? Я, честно говоря, тоже не помню, к сожалению. Я могу сказать, что я хотел бы быть каким-то супергероем из фильма, вот с детства, и хотел бы сыграть эту роль, вот мне почему-то хочется спасать людей. Смотрелся Мобитс, этот классный, я тоже бы хотела сказать. Ну, я почему-то сначала хотел бы быть Человеком-пауком, мне почему-то нравится этот раз. А именно из сериала Друзья? Нет, подожди, там же была эта Дженнифер Эннис, там красивая, это будешь ты, а с ней потом кто-то там роман закрутил, это буду я. Ва-а-а. Ну, и самый положительный герой, там. Так, Коля задаёт вопрос. Вы увлекаетесь спортом, ходите в тренажёрный зал, как относитесь к толстым людям? Увлекаемся спортом. Я хожу в тренажёрный зал 3-4 раза в неделю, это обязательно. И вообще, в принципе, я люблю активный отдых. К людям отношусь совершенно нормально, и это... Ну, это человек, почему, зачем делить где-то на толстых и худых, считается неправильно. Я тоже занимаюсь спортом, я увлекаюсь ноутбордингом, играю в больше теннис, иногда, не слишком часто, да, в детстве играла в пасту. И в теннисе я люблю теннис. В теннисе, да, я люблю теннис, очень, да. К толстым людям отношусь так же, как и Вася. Ну, то есть это... Ну, с какого-то природа, нельзя никого осуждать, ни в чём, я считаю. Так, Василиса задаёт вопрос. У вас есть какое-то золотое правило, которое вы никогда не нарушаете? Ага. Золотое правило. Я никогда не выбрасываю на улицах ничего. Для меня как-то это и есть правило. И я не люблю занимать деньги и давать займы. И как-то для меня такое правило. Ну, это у нас какое-то... У нас в отношениях и в нашей группе, наверное, говорят, что золотое правило – это быть честными друг перед другом. Потому что это для работы, то есть это наше, наверное, золотое правило. Мы строимся и не в ради друг другу, и наши ощущения, а даже не прозрачные. Так, Женя спрашивает. Я знаю, что вы сами не из Киева и сами пробовали себе дорогу к успеху. Какие преграды вам встречаются? С какими трудностями сталкивались? Ну, первая трудность – это чтобы в вас поверили. Потому что, когда ты что-то начинаешь, очень важно, как к тебе относятся окружающие люди. И вот это вот основное. А вторая трудность – нужно, даже это не трудность, нужно очень целеустремленно к этому двигаться, к своей мечте. И очень много работать над собой, и вообще, в принципе, тогда у вас все получится. Очень много сложностей возникает, когда люди говорят, ты никто, ты не сможешь. Ну, когда ты, допустим, еще чего-то не добился. И ты на пути, хочешь узнать какого-то совета у кого-то, что-то спросить. И ты говоришь, что у тебя не получится, у тебя там не выйдет это. То есть нужно закрывать на это глаза. Если ты четко знаешь, чего ты хочешь, нужно обязательно идти и стараться окружать себя людьми, которые тебя поддерживают, которые в тебя верят, которые могут в какой-то момент тебе помочь. Вот, что я считаю самое важное. Так, Марго спрашивает. На носу Новый год, как вы планируете отмечать предстоящие праздники? Вместе ли у вас или разные компании? Или, может, вы планируете выступать? В этом году мы не выступаем на Новый год. Мне кажется, это у нас будет последний наш свободный Новый год. Мы хотим провести его, как мы хотим. Раздельно. Так как дальше мы уже будем вообще всегда вместе. На самом деле, получается, что мы отмечаем Новый год этот не вместе. Или, может быть, еще вместе, еще мы до конца дня поделились. Но предстоящие праздники мы сразу улетим. Мы хотим побыть на Бали. Планируете ли вы выступать? Да, выступать мы не планируем. Мы занимаемся записью альбома сейчас и полностью погружаемся в музыку. Это сейчас в приоритете у нас. Так, Галина спрашивает, почему именно в Испании вы решили снимать ваш второй клип? Потому что в Испании очень много крутых локаций, которые подходят нам. Они очень яркие, стильные. Да и, в принципе, время года такое, что в Киеве особо не снимешь. А там солнце, тепло, красиво. Да, ну, когда мы пришли с песней к режиссеру, как-то у него сразу родилась идея по поводу Испании. Он хорошо знает Каталонию. И он, прежде чем поехать, ну, прежде чем мы туда поехали, туда поехал режиссер. И он объездил там буквально три дня, объездил всю Испанию. И выбрал лучшие локации для съемок клипа, необычные. То есть мы не использовали какие-то банальные туристические места. Там у нас везде какие-то необычные локации. Многие вообще не понимали, что это даже Испания. То есть он как-то глубоко погрузился в это. Отчасти был его выбор поехать в Испанию. Так, Анюта спрашивает. Пас, ты не раз говорил, что твое сердце свободно. Так ли это? И как ты проводишь свободное время, в каких местах бываешь? Очень бы хотела встретить тебя в обычной жизни. Да, это правда. Мое сердце свободно. Да и, в принципе, я сейчас никого не ищу, потому что все мое время занимает музыка, творчество. И мне кажется, это будет мешать мне. Свободное время я провожу, наверное, дома, либо с друзьями, потому что у меня день очень сильно расписан. Утром тренировка, потом занятие вокалом, хореография. И, в принципе, где вы меня можете увидеть, это в такси, когда я на них еду. Либо на выходных я могу выйти где-то посидеть в ресторане, либо в кинотеатре. Кстати, вот часто мне писали, уже было два случая, когда в Инстаграме девочки писали, ой, мы тебя только что видели там на таком-то фильме. Это приятно, что узнают. Спасибо. Лиана спрашивает, вы сейчас моя самая любимая группа и очень жду, что еще вы для нас подготовите. Есть уже идеи насчет новых песен, выхода нового клипа? Да, мы сейчас планируем съемки нового клипа в феврале. Мы пока еще будем заражать интрижку по поводу, но у нас уже есть готовая песня, и мы уже будем потихонечку начинать с ней выступать. Конечно же, сейчас в процессе подготовки еще две песни, и мы планируем, что до лета мы уже будем исполнять концертную программу, и вы уже, раз мы вошли в группу, уже сможете прийти на наш концерт, потанцевать, повеселиться. Готовим шоу-программу, готовим хореографию. Будет круто, будет весело. Вась, есть ли у тебя заветная мечта? И все ли ты в жизни планируешь заниматься пением? Заветная мечта есть. Я всегда хотел быть артистом. По поводу моих планов, я не знаю, как сложится, потому что пока, пока на данном этапе я действительно хочу петь, и это только моя главная мечта. Но в дальнейшем, почему бы не открыть свой продюсерский центр и настать кем-то заниматься? Я не знаю, как сложится моя судьба, но если жизнь будет меняться, то я буду подстраиваться под нее. Антон спрашивает. Лиза, ты часто бываешь за границей. Какое твое любимое место? Не так давно, ровно год назад, там, где я провела с Васей, первое время, когда мы только познакомились, полетела в Лос-Анджелес, я всегда мечтала. Я очень любила с Америкой, мне очень нравится это место. Если бы мне предложили, где бы ты хотел жить, то, наверное, я бы выбрала Л.А. Там очень круто. Ну, и, наверное, второе такое место, где мне очень нравится, это Южная Африка, в Киптауне, где была там, очень красиво, классно, мне нравится, всем советую туда. Вообще нужно путешествовать, потому что это открывает сознание, это вдохновляет, и если вы творческие люди, очень важно что-то видеть, смотреть все время, смотреть мир, это круто.